Ну, давайте знакомиться, у нас все для этого готово. Есть Николай Леонов, есть очаровательный Мэй Кун, окраса мраморный, по кличке? Рейн. Рейн, сказал Николай, мы говорим ему доброе утро и приветствуем нашего еще четверногого гостя. Ну что же, повышенное или пониженное артериальное давление, как оказывается, может быть не только у людей, но, наверное, это естественно, у любого живого организма, в том числе и у кошек, правда ли? И главное, зачем нам знать давление кошки? Да, на самом деле, это очень такой важный фактор оценки состояния. Иди ко мне, иди ко мне. Мне кажется, что он уже понял, что сейчас будет происходить что-то не то. И благодарен кудьбе, что будут говорить не про, как там эти... А, приональные железы. А, приональные железы, да? Он такой, господи, боже мой, мне сегодня всего лишь померяют давление, надо просто это пережить. Конечно. Вообще артериальное давление, от чего оно зависит? Оно зависит от двух факторов. От объема жидкости и от эластичности сосудов. Ну, грубо говоря, это то количество крови, которое есть, или жидкости в организме, и толщина трубы, да. От того, как оно расширяется, сужается, у нас будет регулироваться артериальное давление. Для кошек очень важно его измерять. Почему мы говорим именно для кошек? Для собак тоже важно, но в меньшей степени. Кошкам в возрасте старше 6-8 лет требуется эта процедура практически постоянно, для того, чтобы контролировать как раз величину. Артериальная гипертензия, наверное, все помнит, и знает, что это такое. Это повышение давления. И у кошек оно возникает при многих заболеваниях. Это и сахарный диабет, хронические болезни почек, и еще очень-очень много. И кошка со временем может иметь проблемы. И чаще всего органы, которые могут страдать, это сердце, это почки, это зрение, это глаза, да. Как он прийти, хотя бы на руках. И животное, конечно, в нормальном состоянии, или в молодом, как у нас кот сегодня, эта величина для него практически, наверное, и процедура не очень нужна, но он у нас сегодня выступает моделью. Сделать эту процедуру можно только в клинике. Почему в клинике? Потому что, к сожалению, стоимость аппаратов для животных, она достаточно велика, в связи с тем, что замерить очень сложно. Пульсация маленькая, да, наверное? Пульсация маленькая, и животное само по себе небольшое, по сравнению с человеком. Оказывайте, как это делается. Ну, давайте, мне вы поможете. У кошек мы можем измерить на передней конечности, сзади и на хвосте. На хвосте? И на хвосте, да. И в данном случае мы попробуем... Женя выступает в роли медсестры, понимаете? Да, попробуем это сделать с хвостом, потому что на передней конечности я уже попробовал, кот не очень доволен. Вот, в данном случае мы пользуемся аппаратом для непрямого измерения. То есть, измерение... Поверь мне, твоему другу в прошлый раз повезло гораздо меньше. Мы не вторгаемся в сосуд для того, чтобы это измерить. Вот так аппарат у нас работает. Да, мы лангетку наложили на хвост. Ну, это не точно. Рейн, я тебе что сказал? Ну, давай, Ваня, может быть, он тебе... У нас прибор стандартно накачивает воздух в манжетку, и мы ждем. На самом деле, если посмотреть на кота, да, мордочку кота показать, то когда накачивается манжетка, кошки замирают немножко. Вот, когда я сейчас расскажу про норму, вы понаблюдаете за тем, как кошка реагирует на это дело. Вот, кошки замирают и сидят спокойно. Сама процедура им, в принципе, достаточно нравится. Так вот, нормы давления обычно мы считаем где-то 160 на 100. Это среднее давление такое, систолическое, диастолическое. Ну, вот, нашему котику мы померили давление. Мы видим, что мы видим систолическое давление 162. Ну, здесь он нервничает. Мы сейчас перемеряем. Среднее давление 90 и пульс 175. Вот. Мы сейчас перемеряем. Еще заставим его немного понервничать. Дело в том, что у животных, как и у человека, мы измеряем давление 3 раза и вычисляем среднее всегда. Невозможно с одного раза живу. Кошки очень сильно нервничают. И когда мы, например, в клинику говорим, придите в клинику, померяем давление, мы стараемся не держать их в очередь, точно так же, как мы измеряем сахар, для того, чтобы они не нервничали. Вот. И кот тебе спокойно сидит. Так вот, вот эти нормы, да, мы считаем, что лечить какие-то проблемы, да, с повышением артериального давления следует при норме больше 185 на 100. И то, если есть заболевания сопутствующие какие-то. Ну, здесь уже ближе к правде. 166 на 103, среднее 128, но пульс у нас уже 214. Померяем последний раз. Так, крепись. Вот. Разочек всего лишь потерпеть осталось. Да, и уже вычислим среднее арифметическое всех показателей. Ну, а какие признаки могут быть повышено или понижено давление? Ну, вот в гриле есть сопутствующие, да, какие-то? Может быть, тремор, животное прячется, расширение или пульсация зрачков, глаза могут небольшое движение, да, маятниковое. Ну, а если низкое, наверное, то он спит все время. Животное теряет массу. Все зависит само, как у людей. Ну, низкое давление у животных, оно клинически не... Не страшно. Страшно, и мы ничего с этим не делаем. Обычно оно считается нормально. А животные могут быть хрониками, как люди, нет? То есть, или может быть, знаете, это одномонентно. Имеем кошку старше 10 лет, у нее хроническая болезнь почек или сахарный диабет, то она явно будет уже... Нажмите там ноль почему-то. Он накачивает. Видимо, не прошло измерение. Вот, он, это животное уже будет в группе риска, и оно должно будет получать гипотензивные препараты, потому что артериальная гипотензивная. Смотрите, как он лапой схватился. Ну, хорошо, а если посмотреть по обращениям, как часто к вам приходят, вот вы меряете давление. Каждый третий, каждый пятый, кошки или животного в целом. Если это животные старше возрастной группы, то все меряем, потому что нам нужно понимать, насколько у нас есть патология или нет. Если мы видим в анализе крови, например, увеличение таких показателей, как мочевины, креотинина, мы видим кошек с сахарным диабетом, или мы видим, например, в анализе мочи повышение белка, или нарушение фильтрации белка, то мы обязательно будем такую процедуру проводить. Ну и, конечно, мы всегда рутинно это делаем перед операциями. Для того, чтобы понимать, здесь тоже он у нас нервничает, мы сейчас уже его отпустим, потому что не хочет. Ну, в общем-то, у нашего кота все нормально. Если мы говорим о том, что средний показатель, сейчас мы найдем. Если кот не дается, вот это ладно, нам сегодня еще повезло, он более-менее тихо сидел. Бывают же коты такие, что они прям вообще никак не сидят. У Николая есть помощницы, понимаешь, которые держат руками своими. Да, когда есть ассистенты, но нет, на самом деле, кошки в клинике себя ведут более спокойно, потому что лький запах другой, и все-таки наши ассистенты хорошо работают. Ну и белый цвет успокаивает, да, наверное, ваших халатов. Мы стараемся не работать с белым цветом, потому что белый цвет пугает. Вот, например, кстати... Я про халаты имел в виду. Про халаты, да, мы не носим белые халаты. Зеленые? Пугает очень сильно. Стараемся нейтральные тона. Вот, например... Куда уж нейтральнее, тем белый. Нет? Пугаются животные, правда пугаются. Вот на самом деле, на фермах в белых халатах врачам, врачам запрещено заходить, падают надой. Все понимаешь, конечно. Очень сильно. Белые халаты... Я не знала. Я вот тоже, когда тебя вижу, у меня хоть и не падают надой, но стрессуют. Ну, мы стараемся, да, белый цвет не носить, животные боятся. В общем, как измерить давление, вы теперь знаете, исключительно в ветеринарной клинике дорогостоящим аппаратом. Ну, да, а процедура, на самом деле, недорогостоящая, все нормально. Да, посмотрите, проверите, сделать так называемый срез, может каждый из вас. Здоровья вам и вашему питомцу. Николай Леонов был у нас сегодня в гостях и очаровательный. Урррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Продолжение следует...